Вот, нефтебаза. Горит прямо сейчас. Охереть. Ещё и в МЭС как будто бы прилетел. Если что, со стороны СХТ. В Воронежской области БПЛА атаковал нефтебазу, сообщают местные жители. Россияне в сети делились кадрами, на которых на месте прилёта виден пожар, а также слышно звук пролетающего дрона. Атака совершена на нефтебазу общества с ограниченной ответственностью «Анна Нефтепродукт». В посёлке городского типа «Анна», утверждают очевидцы. Вот это вот дела. Вот так вот, ребят, бомбят. Губернатор Воронежской области подтвердил атаку БПЛА на нефтебазу. В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, сообщил губернатор Воронежской области. Россия набрала скорость и тормозить не будет. Наша задача укрепить силы, мобилизоваться больше и выложить тот внутренний ресурс на реализацию качества жизни граждан, который нам позволит быть успешным и войти в пятую экономику мира. В нашей стране всё прекрасно. Если мы говорим о золотых временах, мы как раз сейчас их переживаем, потому что зарплата... То есть это уже золотые времена? Золотее не будет? Нет, ну золотее, я не знаю, что там дальше. Была платина... Нет предела совершенства. Хорошо. Простому рядовому человеку что нужно? Чтобы заросли зарплаты, а они растут, и там очень большой рост реальных зарплат, там около 10% в реальном вычислении. Если рост зарплат перекрывает рост бананов, цены бананов, то большому счёту человеку неважно, как они вырастут. Именно при Путине страна поднялась с колен. Именно при Путине молодые мамы начали рожать детей. Именно при Путине будет реализована программа дальнейшей поддержки молодых семей для того, чтобы Россия расцветала. Россия это семья семей. Послушайте меня. У нас большая страна. И слава богу, не бедная. Есть и ресурсы, и средства, и деньги, и продукты питания. Я люблю нашего президента, господина Владимира Владимировича Путина. Очень люблю, уважаю. Он поднял нашу мощь. Мы сейчас самая крутая страна в мире. Плохо живём так. Зарплата маленькая. Нищенская. Нищенская зарплата. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» 2,2 миллиона в день. За большой вклад в реализацию общегосударственных задач, социально-экономическое развитие Российской Федерации и активную общественно-политическую деятельность Орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Награждены Миллер Алексей Борисович, председатель правления компании «Газпром». Зарплата Игоря Сечина в государственной компании «Роснефти» 4,5 миллиона рублей в день. Зарплату Сечина не знаю. Я, честно говоря, даже свою зарплату как бы так вот приносят. Я их складываю и на счёт отправляю. Даже не считаю. Приготовьтесь. Это новый отечественный беспилотник. На Буховском заводе, входящем в концерн «Алмаз-Антей», развернули серийное производство беспилотников. Диктор как бы сразу отбрасывает все сомнения, что это не Шарашкина контора, это вам не хухры-мухры. Это настоящий «Алмаз-Антей». На этот раз всё серьёзно. Добрыни Горыныч под этими милыми и привычными слуху сказочными именами скрываются вполне себе грозные… Вполне себе грозный китайский «Назгул-Ивок-Ф5» скрывается под именем Добрыня. Скорость развивают как гоночные болиды. Дальность полёта с загруженной памятью более 20 километров от места запуска. Целых 20 километров. Ничего себе. Какого дрона смогли купить на Алиэкспрессе инженеры «Алмаз-Антея»? Одним словом, сделано в России. Сделано в России. Как и новый «Москвич». Ровно тем же самым способом. В комплекте есть пульт управления беспилотным аппаратом. В комплекте с китайским дроном «Назгул-Ивок-Ф5» поставляется китайский пульт управления «Радиомастер ТХ-12». Это как бы наше российское ноу-хау, говорит российский инженер. Чисто отечественная разработка. Положить китайский пульт в коробку китайскому дрону. Планшетный компьютер, приёмник видеосигнала, даже гаечный ключ для установки лопастей в комплекте находятся. Там и даже гаечный ключ купили в Китае. И положили его в коробку китайскому дрону. Рассказывает генеральный конструктор по инновационным разработкам концерна «Алмаз-Антей». Беспилотный летательный аппарат по имени Добрыня. Первый российский для гражданского рынка, говорят на предприятии. Купил 15 октября 2021 года. Товар прибыл в течение 20 дней. Пришёл правильно, хорошо упакован. Не, ну точно новая разработка. В цехах предприятия полноценный конвейер. Облегчённый защитный корпус печатают на 3D-принтерах. Тоже собственные разработки. От изготовления внутреннего модуля управления до полной сборки устройства проходит не больше получаса. Да, 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 да. Да, вот эти чисто славянские надписи «Danger», «Warning», «Caution» – они как бы подтверждают, что и 3D-принтер, и всё остальное оборудование – чистейшего российского производства. Российский квадрокоптер собирает из комплектующих собственного производства от самых простейших деталей, как, например, пластиковые лопасти или карбоновые элементы корпуса до сложных механизмов и деталей. Вот, например, плата контроллера полёта, по сути, мозги квадрокоптера или двигатели его. Плата управления полётом тоже, как вы догадались, чисто российского производства. Ну, то, что она называется «Спиди-Би-Ф-405-В-3-БЛС» и строит 4378 рублей на Алиэкспрессе – это чистой воды совпадение. И дискредитация российской армии. Добрыня – гаджет высокого полёта. Забраться может и на 3 километра, если потребуется. Да и прыть, и богатырь немалый. Скорость – 120 километров в час. Вот такими буквами хвастается российская пропаганда. Тем, какие дроны умеют делать в соседнем Китае. Как говорят китайцы, прежде чем идти куда-то разбираться, наводить порядок, посмотри три раза на свой дом. Вы не смогли навести порядок? В своей стране. А если человек не может в своей стране навести порядок, а в другой стране наведёт, каким образом? Землю её сравнят. Мы в прошлом году вложили в импортозамещение, это то есть на то, чтобы производить самим то, что раньше покупали за границей, 600 миллиардов, значит, несколько сот миллиардов точно, совершенно, рублей. И это будет около миллиарда, да, около миллиарда рублей. И это будет продолжать. Он поднял нашу мощь. Мы сейчас самая крутая страна в мире. Плохо живём-то. Зарплата маленькая, нищенская. Нищенская зарплата. Продолжение следует...